Итак, поехали. Мы будем говорить сегодня об авариях в бурении. Точнее, у нас две темы остаются. Это аварии в бурении и лавильное оборудование. Одна из другой фактически вытекает. Но будем последовательно разбирать. Начнем с аварийности. Итак, что такое авария в бурении? Авария в бурении – это нарушение технологического процесса, которое вызвано потерей подвижности инструмента, то есть сюда относятся прихваты, а также любыми поломками инструментов скважины, которые мешают дальнейшему проведению работ. И после возникновения этих поломок вы не можете никоим образом продолжить ведение работ, пока не излечете эти предметы и не подготовите заново стол в скважину. То есть авария – это то, что останавливает процесс ведения работ. В авариях нередко принимают участие бригады по сложным работам, то есть мастера по сложным работам выполняют свой функционал отдельно. Иногда понятно, что с авариями справляются и сами боровые бригады. Собственно, по объекту аварии они бывают увязаны фактически. Есть классификация, которая увязывается на разные категории оборудования. Об этом я говорил на одной из наших первых лекций. Но тут же поясню, что это просто для общего вида нам нужна классификация. То есть она никакой сверхзначимости особо и не несет. Это просто всего лишь данность, какие бывают аварии, как они классифицируются. Нужно понимать для себя, что до 95% всех аварий – это в основном вина исполнителей. То есть чаще всего просто кто-то что-то не соблюдал, не обратил внимания и так далее. То есть если выражаться терминологией аварийности, то 95% аварий возникают из-за умысла. Но нужно понимать, что для нас, когда говорят умысел, мы всегда это воспринимаем так. Умысел – это значит, что человек хотел этого. То есть человек осознанно до аварии довел. Важно понимать, что есть осознанный и неосознанный умысел. То есть осознанный умысел – это когда человек понимает, что его действия могут привести к аварии и допускает их. Ну, к примеру, давайте разберем ситуацию. У вас долото, на нем есть трещина. Вы отлично понимаете, что такое долото спускать скважину нельзя. Потому что оно там развалится и останется на забое. Но вы осознанно его спускаете. Вот это осознанный умысел. Если же у вас на долоте была трещина, и вы ее не увидели, либо вы не посмотрели на долото, не проверили его визуально перед спуском и спустили, это умысел неосознанный. То есть по факту он говорит о том, что вы просто необразованный, некомпетентный специалист, который не знает, что так нужно делать. Но вы сами-то, наверное, не хотели вот этой аварии. Вы не понимали, что к этому может привести. Но в любом случае 95% аварий из-за этого возникают. И только 3-5% аварий возникают из-за заводского брака. То есть именно не из-за такого брака, который заметен, а именно из-за скрытого брака, используемого инструментом. Собственно, какие бывают аварии с бурильной колонной? Аварии с бурильной колонной зачастую связаны со срывом резьбы, отвинчиванием, то есть это чаще из-за реактивного момента из-за пружин. Сюда же относят поломку по телу, либо поломки по замку бурильных труб. То есть если говорить про срыв резьбы, это зачастую предварительно ее деформирование, либо промывы, либо другой вариант отвинчивания, как я уже сказал, это когда именно поймана пружина и реактивный момент. То есть такое тоже встречается. Это может быть связано со способом бурения и с профилем скважины чаще всего. А что касается поломок самой колонны, то поломка металла происходит в первую очередь из-за усталостного разрушения. То есть большинство всех случаев поломок – это усталостное разрушение. Каким образом мы это можем интерпретировать? То есть в чем это выражается, вот это усталостное разрушение? Усталостное разрушение – это когда, допустим, знакопеременные нагрузки действуют на инструмент, и в результате действия этих знакопеременных нагрузок там движутся дефекты. Что такое дефекты? Это как выбитые пиксели. И вот эти выбитые пиксели, они двигаются к тому месту, где чаще всего инструмент у нас гнется. Там постепенно набирается огромное количество этих пикселей, то есть точек пустых, и формируется трещина. Вот как раз пример усталостного разрушения. Где светлая часть – это как раз-таки где были выбитые пиксели. А темненькая часть – это как раз та часть, которая просто оторвалась под действием нагрузки. Соответственно, какие бывают причины усталостного износа? Вот, можно подытожить, это некачественный металл, то есть дефекты. А мы и так знаем, что по факту у нас используются, всегда стараются использовать самые, так скажем, дешевые трубы по качеству. То есть мы даже проектируем всегда категорию качества D, только если там нам заказчик не выставит более высокую группу прочности. Суда же причинами усталостного износа логично, что является профиль ствола скважина и возникающие в нем знакопеременные нагрузки, допустим, при вращении и при спуске подъемных операций. Из-за чего может срываться резьба? Резьба срывается из-за износа. То есть износ у нас может происходить из-за того, что некачественное свинчивание под углами, то есть с эксцентриситетом, плохая смазка и, опять же, само низкое качество резьбовых соединений. Ну, то есть сам по себе металл может быть некачественным. Плюс резьба может срываться из-за промыва. То есть это тоже одна из проблем. Ну, а как? Промыв, он не может возникнуть в резьбе без дефекта. То есть базово сначала есть дефект, потом его начинают промывать. Соответственно, что делать, чтобы не было аварий с бурильной колонной? Ну, во-первых, нужно соблюдать правила транспортировки. То есть это перевозка только специальным транспортом. Нет опущения, чтобы трубы выступали на один метр за пределы кузова, то есть чтобы ничего они не могли задеть при поворотах. Ведущие трубы и другие дорогостоящие трубы вообще нужно перевозить в специальных кейсах либо в обсадных трубах. То есть для исключения соударения и деформирования. На резьбах должны быть всегда колпаки защитные. И, естественно, то, что сами трубы должны перевозиться таким образом, чтобы исключалось соударение между ними, а разгрузка должна производиться с помощью специальных транспортных средств, то есть кранов и так далее. То есть чтобы трубы не сбрасывались с транспортных средств. При подготовке к эксплуатации основными моментами, на которые стоит обратить внимание, нужно, чтобы трубы были предварительно опрессованы. То есть опрессовка обычно делается на трубных базах. То есть в некоторых случаях опрессовку можно сделать и трубы на месторождении, но это достаточно длительный процесс и трудоемки. Поэтому обычно их прессуют на трубных базах, равносильно, как и дефектоскопию делают. Но с дефектоскопией проще, ее можно, в принципе, и на кусте сделать. Важно, чтобы на каждый комплект труб был паспорт у нас. Соответственно, где можно будет учитывать на них наработку. Ну и перед эксплуатацией, конечно же, трубы нужно подготавливать калибрами и производить их шаблонировку. То есть как саму трубу нужно шаблонировать, так и проверять калибрами ее резьбу. В процессе эксплуатации важно, чтобы трубы дольше служили, нужно, чтобы при свинчивании стол ротора был горизонтален. И перед свинчиванием обязательно зачищать и смазывать резьбу. Докрепление резьб должно вестись с рекомендованными моментами свинчивания. А перед началом эксплуатации, если у вас новая труба, нужно резьбу приработать. То есть резьба обычно прирабатывается, но у разных компаний по-разному в регламентах пишется. Но обычно ее с третьего раза только свинчивают. То есть первый раз резьбу на сухую свинчивают, то есть после этого очищают сформировавшуюся стружку. После этого берут, свинчивают со смазкой, но не до полного момента, то есть докуда она докрутится. И в третий раз снова смазывают и дотягивают уже до рабочего момента. После каждых 800 часов работы необходимо опять же делать опрессовку с целью проверки на герметичность. Кстати, это очень большая проблема сейчас у некоторых компаний, потому что они отказываются от опрессовки, потому что, мол, большие затраты времени и так далее. Но опрессовка, она дает четкое понимание, есть ли у вас промывы в колонне, какие-то потенциальные или нет. Герметично, либо нет колонны. И она может защитить вас в дальнейшем от того, чтобы где-то в процессе эксплуатации у вас не промыло колонну. Также нужно помнить, что когда вы используете свечки, то каждые 10-20 спускоподъемов, ну, либо это иногда в количестве пробуренных скважин, производилась смена в разрез свечки, то есть трубки в свечке менять местами, чтобы все резьбы одинаково были задействованы. Далее, также нужно у труб проверять резьбы калибрами износ резьбы и, в принципе, эксплуатировать их в тех условиях, для которых они предназначены. Но, в частности, допустим, те же самые легкосплавные бурильные трубы не рекомендуется использовать в агрессивных условиях, потому что они, как минимум, не кислотостойкие. Каким образом мы можем понять то, что у нас возникла авария с бурильной колонной? Ну, если мы концентрируем свое внимание именно на обрыве бурильной колонны, то это падение давления бурового раствора, это резкое перемещение колонны, повышение частоты вращения ротора, если роторным способом бурения бурите, ну и, конечно же, снижение веса на крюке. То есть, это основные. Вот такие моменты, как снижение температуры раствора, уменьшение силы тока в цепи ротора и так далее, это уже частные такие признаки, которые не сходу заметишь. А вот падение давления, резкое перемещение колонны и, допустим, падение веса на крюке – это как бы основные показатели. Фактически, если выражаться терминологией осложнений, это прямые признаки. Если говорить про аварии с породоразрушающими инструментами, то тут вот много чего написано, но в общем виде. Поломка долот, оставление долот на забое, то есть, отвинчивание, разрушение долот либо их частичный выход из строя, то есть, когда долота работает нестабильно. То есть, вот это по совокупности можно все обобщить в то, что у нас показано в данный момент на слайде. Собственно, из-за чего происходят чаще всего аварии с породоразрушающим инструментом? Они возникают из-за того, что либо долото было изначально, уже в несколько деформированном виде, то есть, изношенном, трещины были, либо был износ достаточно сильный, и его спустили в таком состоянии на забой, либо из-за того, что оно работало в сверхтяжелых условиях, то есть, вы его нагружали, перегружали, либо из-за посторонних факторов. Ну, то есть, одним из таких факторов является, допустим, резкая разгрузка долота на забой, либо удары об уступы и так далее. То есть, в такие моменты долото может быть тоже деформировано и частично разрушено. То есть, поэтому, кстати, во многих регламентах и прописано, что при получении серьезных посадок и ударах об забой рекомендуется не принимать долото в работу, а поднять его и проверить, целое оно или нет. Ну, хотя от этого иногда, так скажем, на это закрывают глаза и не обращают внимания. Но вот это требование многих регламентов без аварийного бурения. Собственно, каким образом мы понимаем то, что у нас произошла авария с породоразрушающим инструментом? Это резкое снижение мехскорости, рост крутящего момента на роторе, если мы ротором вращаем. В принципе, повышенные вибрации и шумы, то есть, которые могут передаваться по колонне. Но это обычно на небольших глубинах все идентифицируется. Ну и каким образом можно предупреждать аварии с породоразрушающим инструментом? Здесь, опять же, достаточно много тезисов, но было бы несерьезно, если бы я их все зачитывал. То есть, здесь основные аспекты. Во-первых, забой должен быть подготовлен к бурению. То есть, с него должен быть удален металл и любые посторонние предметы. Раз. Во-вторых, долото должно быть подготовлено к бурению. То есть, оно осмотрено должно быть, зафиксировано то, что оно может эксплуатироваться. То есть, это важный момент. То есть, исправность самого долота. Третий момент – это при спуске нужно контролировать скорость спуска подъемных операций, контролировать проходимость долота по различным интервалам скважины. То есть, в частности, осуществлять преработку долота, проработку последних десятков метров ствола после смены долота. Ну и, конечно же, это сама эксплуатация. То есть, мы должны эксплуатировать долоту в том диапазоне нагрузок, которые для него предназначены. Ну, либо работать в рамках, опять же, нашего проекта набурения, то есть, проектной документации. В чем выражаются аварии с забойным двигателем? Забойный двигатель может сломаться, может заклиниться, может отвинтиться, может оборваться у него резьба. Собственно, из-за чего это происходит? Заклинки чаще всего происходят из-за попадания посторонних предметов, либо из-за разрушения подшипников. Поломка может происходить из-за усталостного износа, либо, допустим, попадания в какие-то интервалы, так скажем, агрессивные для данного долота. Отвинчивание либо срыв резьбы, но это как раз-таки, когда у вас либо резьба находится в уже изношенном состоянии, а отвинчивание чаще из-за того, что, допустим, момент был не соблюден, либо реактивный момент, пружина была большая набрана, и в результате этого тоже может произойти отвинчивание. Каким образом мы понимаем, что произошла, так скажем, авария с забойным двигателем? Ну, во-первых, прекращается бурение, то есть мехскорость снижается до нуля. Ну, тут это может быть связано, конечно, и с долотом, но с долотом там будет резкое уменьшение скорости. А с забойным двигателем он просто перестанет бурить. Ну, а дальше тут уже зависит от того, что произошло. Если поломка двигателя, значит, будет падать давление. Если рост давления, то это значит заклинка двигателя. Ну, то есть тут уже идет, как говорится, авария. Что нужно делать, чтобы с забойными двигателями не было аварий? Во-первых, чтобы посторонние предметы не попадали. Должны стоять фильтры. Регулярно нужно перед спуском проводить дефектоскопию, ставить, так скажем, посмотреть подшипники, техническое состояние резьб, тело двигателя, люфты отсматривать и так далее. Естественно, то, что это все зависит еще от условий хранения и транспортировки, что должно быть в соответствии с паспортными условиями. Ну, и перед спуском, конечно же, желательно делать опрессовку, чтобы убедиться, что сам все двигатель изначально функционирует. Если говорить про аварии при геофизических исследованиях скважины, то это обрывы геофизических приборов, обрывы кабеля, прихваты приборов и кабеля. Собственно, из-за чего это возникает? Чаще всего это либо неустойчивость стенок скважины, либо несоблюдение скоростей спуска подъема. Ну, в частности, допустим, неисправность контрольно-измерительной аппаратуры подъемника это более редкий случай. Все-таки первых два они более часто встречающиеся. Если говорить о падении посторонних предметов в скважину, то есть это может быть что угодно. То есть это может быть элемент бурильной колонны, долото, упасть в скважину. Это может быть посторонний предмет с ротора, роторного стола и так далее. Чаще всего это происходит из-за нарушения правил эксплуатации инструмента, из-за применения неисправного инструмента, из-за открытого устья скважины. Ну, конечно, это все в совокупности. Это все подчеркивается невнимательностью обслуживающего персонала. То есть есть такое золотое правило, если у тебя в скважине нет инструмента, устье должно быть закрыто. Это закон подлости. То есть есть закон, что бутерброд падает маслом вниз всегда. Вот есть закон, если скважина открыта, в нее что-нибудь точно упадет. Чтобы не было таких проблем с падением посторонних предметов в скважину, нужно применять исправный инструмент, перекрывать устья после подъема инструмента. Ну, в принципе, там перекрыватели, то есть кольцевого пространства, обтираторы и так далее, они тоже играют в эту пользу. Про аварии с обсадными колоннами. С обсадными колоннами может что угодно происходить. Они могут обрываться, сминаться, разрываться, развинчиваться, прихваты могут происходить. То есть тут вариативность достаточно широка. Соответственно, какие основные правила, чтобы не было всех этих аварий? Во-первых, трубы должны быть подготовлены и отобраны. То есть должны быть отдефектованы, опрессованы, прошаблонированы. То есть как минимум это уже большой плюс в пользу того, чтобы не возникало таких аварий. Это раз. Во-вторых, готовить трубы на буровой, чистить резьбы, визуально осматривать перед спуском, опять же, шаблонировать при спуске и так далее. Ну и, конечно же, использовать исправный инструмент. Потому что нередко бывает проблема с тем, что труба деформируется при свинчивании, когда используются, например, некачественные, либо плохо работающие ключи для свинчивания. Что касается прихватов обсадных колонн. Чаще всего прихваты возникают, как и не только обсадных колонн, это в принципе, они из-за этого происходят, из-за того, что либо есть какие-то проблемы с устойчивостью стенок скважины, но в случае спуска обсадных колонн это неподготовленность ствола. Сюда же относится еще низкое качество, либо малое количество смазочных добавок в буровом растворе, и, конечно же, резкие перегибы против жесткости обсадной колонны. То есть, когда профиль скважины не учитывает жесткость обсадной колонны при спуске. Каким образом мы можем понять, что у нас происходит прихват? Ну, это как минимум несоответствия нагрузки на крюке весу колонны, и это посадки. То есть посадки, а потом затяжки, и потом вообще обездвиживание колонны с возможной потерей циркуляции. Что нужно делать, чтобы прихватов не было? Прорабатывать ствол, готовить его, делать промежуточные промывки при спуске, и, конечно же, расхаживание. То есть не допускать сильных посадок и затяжек. То есть стараться эти интервалы проходить достаточно осторожно. Если говорить о падениях, либо полетах обсадных колонн скважину, то здесь проблемы могут быть обусловлены либо неисправностью спускоподъемного комплекса, либо срывом резьбы, либо обрывом труб. То есть каким образом можно это предусмотреть? Ну тут очевидно, да? То есть первый фактор связан со спускоподъемным комплексом, значит следить за спускоподъемным комплексом. Второй фактор связан именно с состоянием резьбы и труб. Значит нужно отбраковывать и нормальные трубы отбирать. То есть здесь все очевидно. Для нас это очень актуально, потому что в наших реалиях мы всегда проектируем и стремимся выбирать трубы низкого качества. То есть мы всегда ведем проектирование от труб самым низким качеством. Соответственно, из-за чего происходят смятия и разрывы? Смятия и разрывы могут происходить по разным причинам. То есть смятие это происходит либо из-за того, что трубы не доливаются при спуске, либо из-за низкого, то есть из-за высоких давлений избыточных наружных. То есть неправильный расчет именно параметров цементирования. Разрыв происходит в свою очередь, разрыв колонн, опять же, из-за внутренних избыточных давлений, которые не были учтены при проектировании обсадных колонн. Ну а это, конечно, ну либо еще бывает, когда начинается преждевременное схватывание цемента, то есть тогда тоже скачок давления, который может спровоцировать разрыв труб. То есть, соответственно, что нужно делать, чтобы этого не происходило? То есть нужно своевременно доливать колонны и нужно делать правильный гидравлический расчет цементирования и правильный прочностной расчет обсадной колонны, чтобы они соответствовали друг другу. Соответственно, когда мы говорим про аварии при цементировании, здесь следует отметить основные. это преждевременное схватывание цементного раствора, в простонародье называется поймать козла, недоподъем тампонажного раствора в затрубе и низкое качество цементирования. Ну, про разрыв обсадной колонны я уже говорил чуть ранее. Соответственно, по каким признакам мы понимаем, что мы ловим козла, то есть что у нас происходит преждевременное схватывание, либо, как это еще иногда называется, оставление ненормативного цементного стакана в обсадной колонне. То есть это мы наблюдаем по преждевременному повышению давления продавочной жидкости. То есть, во-первых, мы наблюдаем, что давление растет раньше времени на устье, а во-вторых, мы наблюдаем, что мы еще не продавили весь объем продавочной жидкости. Из-за чего это происходит? Причин преждевременного схватывания может быть много. Ну, во-первых, то, что неправильная рецептура, просто подобрана раствора, не учтены забойные условия при проектировании рецептуры. А бывает так, что, например, в ямкостях, которые использовались для затаривания, для приготовления цементного раствора, у нас были какие-то другие химреагенты, которые поменяли его свойства. Ну и бывает еще причина, тоже как бы связанная с техникой, когда у вас, например, оборудование вышло из строя, то есть агрегаты вышли из строя при закачке, и, соответственно, вы какое-то время постояли на простое. Что делать, чтобы этого не было? Подготовка техники, все сторонние, то есть очистка имкостей от химреагентов посторонних и так далее, подготовка, проверка, чтобы агрегаты исправно работали, использование станции контроля цементирования для своевременного отслеживания, ну и, конечно же, подбор рецептуры с учетом забойных условий, то есть, чтобы на забое температура к минимуму больше. Если говорить про недоподъем, недоподъем может быть по разным причинам, из-за поглощения в процессе цементирования, из-за неправильных расчетов, либо, допустим, из-за неучета высокой кавернозности. Собственно, это не очень хорошее явление, но его можно ликвидировать с помощью обратного цементирования, то есть тут можно хоть каким-то способом эту проблему решить. То есть понятно, что любой аварий можно решить, но недоподъем это все-таки тот случай, который из ряда аварий, связанных с цементированием, не самый страшный. То есть по сравнению, допустим, с оставлением стакана ненормативного колонии, либо с разрывом колонны, это, конечно же, не самый ключевой. Собственно, каким образом, ну, сюда еще можно отнести низкое качество цементирования, то есть это малые зазоры цементного камня, некачественное его распределение, трещиноватость и так далее. Но это зачастую возникает малого количества опорно-центрирующих инструментов из-за, соответственно, свойств цементного раствора, который не может полноценно заполнить кольцевое пространство. В этих реалиях, чтобы такого не происходило, нужно грамотно подготавливать ствол скважины, подбирать технологическую оснастку и, конечно же, использовать качественные буферные жидкости для подготовки ствола скважины. А проверять мы это будем, качество того же цементирования мы будем через геофизические методы, то есть цементометрию и с помощью опрессовки обсадных колонн, то есть опрессовки, то есть проверкой на герметичность цементного камня. Ну и теперь несколько слов по аварии с наземным буровым оборудованием. Что здесь следовало было отметить? Какие бывают аварии? Это бывают аварии, связанные с падением вышек, падением талевых систем, перекосом оснований, пожары и взрывы. Соответственно, разберем их все последовательно. То есть падение вышек, из-за чего происходит? Чаще всего падение возникает при монтаже. То есть неправильный, так скажем, подход к монтажу буровой вышки, то есть неправильный подъем и так далее. Также при превышении нагрузок на буровую вышку, то есть она может завалиться. Ну и усталостный износ, то есть это тоже не исключено, особенно для старых буровых вышек. Какова профилактика? Это не превышает нагрузки, но чаще всего падение происходит, допустим, при ликвидации прихватов. То есть не всегда падение, иногда просто вышку сгибают, да, то есть это тоже как бы относится к этим авариям, то есть она уже дальше не эксплуатируется. Своевременная дефектоскопия испытания, ну и, конечно же, выполнение работ строго по планам, то есть в частности, когда монтаж вышек идет, нужно стремиться к тому, что на этапе подъема к минимуму до 45 градусов, чтобы не происходило остановки работы агрегатов, потому что это самый опасный именно момент напряжения в струнах талевого каната. Если говорить о падении талевых систем, то зачастую это все происходит из-за разрыва талевого каната. Разрыв талевого каната может произойти по двум причинам. Либо он сильно изношен, либо он не подходит по нагрузке. Чтобы он не подошел по нагрузке, это нужно очень постараться. То есть это нужно прямо совершить ряд ошибок проектировочных. Поэтому чаще всего это износ и несвоевременная смена. То есть вы с этим отлично знакомы, когда вот-вот, то есть нужно уже менять талевый канат, и ты стоишь перед выбором сходить либо еще на один рейс, либо там заменить его раньше. И вот иногда при этом решении с несвоевременной сменой каната зачастую происходит обрывок. Соответственно, здесь логика такова. Чтобы не обрывались талевые канаты, чтобы не падали талевые системы, необходимо производить своевременный отбраковку своевременную каната и контроли его технического состояния. Перекосы оснований. Перекосы оснований, они вытекают по двум причинам, по двум основным. То есть это неправильно посчитанные фундаменты буровых установок, что очень редко в современных реалиях уже. Потому что зачастую кустовые основания, они спрогнозированы с запасом. А вот растепление грунтов, особенно в зонах с вечными мерзлыми грунтами, это явление, которое может встретиться. Здесь логика тоже простая. Чтобы не было такой аварии, делай профилактику. Профилактика расчета фундаментов с запасом и так далее. Что касается многолетних грунтов, многолетних мерзлых грунтов, тут работа именно на учет растепляемости. Чтобы не получилось так, что их растепляемость повлияла на устойчивость вашей буровой. Ну и конечно два последних элемента это пожары и взрывы. То есть пожары, я сначала про пожары скажу, потом про взрывы и потом по общей мере профилактики. То есть пожары они возникают либо из-за ГНВП, либо несоблюдения правил пожарной либо электробезопасности. Если говорить про взрывы, взрывы это тоже связано с ГНВП, это часто с газами связано именно когда флюид газ, либо превышение нагрузок на оборудование, разгерметизация оборудования. Следовательно, что нужно и там и там делать? Ну то есть соблюдать меры противопожарной безопасности, меры профилактики ГНВП, это все ясно. Что касается допустим вопросов взрывов, чтобы оборудование внезапно не разгерметизировалось, это использование блокировок и предохранительных систем. тут все вроде бы ясно. Но важный момент какой, вот когда у нас происходит авария с подземным оборудованием, как мы поступаем? Ну мы, произошла авария, нужно остановить, если авария произошла, она уже произошла, то есть дальше торопиться никуда не надо, то есть все, у вас что-то там произошло под землей, остановитесь, зафиксируйте все параметры, время, то есть попытайтесь вспомнить, что предварительно произошло и после этого идите на оценку аварии, чтобы понять четко, чтобы чаще всего все аварии усугубляются из-за торопливости. То есть мой один хороший коллега, главный инженер компании Arial нового уренгозского филиала, он говорит всегда так, если ты уже получил прихват, вот получил прихват, то есть не предпосылка, а именно все тебя прихватило, уже торопиться не надо, у тебя есть несколько часов, то есть у тебя есть несколько часов, в которые ты должен принять верное решение, потому что если ты начнешь бороться с дифф-прихватом как с механическим прихватом, либо наоборот с механическим прихватом как с дифф-прихватом, то ты можешь только усугубить, и вот этот момент важно понимать, зафиксируй информацию, проанализируй, потом принимай решение, это когда с подземным оборудованием. Когда с наземным оборудованием, когда происходит авария с наземным оборудованием, первое, что вы должны для себя понимать, особенно кто работает в поле, нужно обезопасить себя. Падает вышка, разгерметизируется насос, происходит взрыв и так далее. Ваша задача в первую очередь обезопасить себя. То есть закончить работу, то есть остановить свою работу и ретироваться. После этого, когда вы оценили ситуацию, что происходит, попытаться локализовать аварию, если это в ваших силах, и эвакуировать пострадавших, то есть постараться их обезопасить. Это важный момент. То есть геройство, оно в данных случаях не совсем логично и неприменимо к бурению, потому что вы отлично знаете, сколько вышка весит, сколько десятков тонн. Если падает вышка, вы не халк, чтобы ее ловить. Падает вышка, пусть падает, отбегите в сторону. Если кого-то травмировало, вы уже потом этого человека будете помощь оказывать. Если вы побежите кидаться, его выталкивать, то вас двоих может зашибить. То есть вы всегда должны понять, что в первую очередь своя безопасность, потом локализация аварии, то есть чтобы она не распространялась, в дальнейшем вы уже предпринимаете действия по, так скажем, помощи другим людям. Если человек на ваших глазах травмировался, первая задача убрать с него травмирующий фактор, обезопасить его. Но вот потом, дальше вот эти действия тоже не надо ничего придумывать. Если, допустим, вы увидели, что человека, на человека упала труба, его придавило, первая задача снять трубу. Травмирующий фактор убрали. Дальше вот как начинается, помочь встать, перенести, ничего не надо делать. Если вы не видите конкретной травмы, если вы видите, что отрубило пальцы, вы человеку можете перебинтовать руку, да? То есть если вы видите открытое какое-то ранение, если вы не видите, что произошло, человек получил травму, допустим, по голове ему, по шее попало, не трогайте его, ждите медиков. Если он лежит в безопасном месте и на него не действует травмирующий фактор, вы можете только усугубить. Большинство, кстати, смертности на буровой происходит именно из-за того, что человек, допустим, получил травму, то есть черепно-мозговую травму получает, и его резко начинают на ноги поднимать, то есть и, соответственно, в результате этого происходит кровоизлияние. То есть вы должны понимать, все, травмировался, травмировался, обезопасили его, пусть ждет помощь, уже оперативную. Если вы можете какую-то первую медпомощь, оказать там рану, перебинтовать и так далее, это можно делать. Все. Вот. Ну и третий фактор, который с наземным оборудованием важно помнить для себя. Если вы понимаете, что не в ваших силах участвует ликвидация аварии, или вы не имеете допуска, не лезьте туда. Вот если начался открытый фонтан газовый, не надо лезть к нему уже. То есть можно только какие-то вспомогательные работы. Пытаться загерметизировать устье скважины при открытом газовом фонтане, это весьма чреватое занятие. Потому что медаль вам никто не даст, а погибнуть очень легко можно. Это важный аспект, потому что если вдруг что-то, допустим, вот происходит ГНВП, происходит фонтан. Даже почему-то руководству полезли фонтан ликвидировать, и вы получите серьезную травму, либо, не дай бог, погибнете, вам никакой компенсации не будет. В акте напишут, то что человек полез, потому что и у него не было допуска. У вас в корочках написано допуск к ликвидации ГНВП, но не допуск к открытым фонтанам. Это имейте ввиду. Соответственно, коллеги, на этом у нас первая лекция закончена.